Нынешний Ford Transit, который производится на российском заводе компании Ford Solars, это переходная модель, созданная специально для нашего рынка. Так в Европе продается несколько другая машина, со слегка подретушированной внешностью, совершенно новой передней панелью и усиленным кузовом. Однако до нашего транзита обновления дошли выборочно. Например, дополнительные усилители кузова и другая отделка дверей появились, а другая торпеда нет. По официальной версии причина в старой линейке двигателей, к блокам управления которыми нельзя подключить приборы нового образца. Впрочем, как стало известно телеканалу Автоплюс, в конце следующего года коммерческий Ford обновится по полной программе. Притом модернизация затронет не только салон и внешность, но и силовую линию. В частности, Ford Solars хочет внедрить совершенно другой дизельный двигатель. Скорее всего, это будет двухлитровый мотор отдачей от 105 до 185 сил. Такие сейчас ставятся на европейскую версию модели. Кроме того, с новым движком одновременно придет и автоматическая коробка. И может быть даже на 10 ступеней. Хотя сейчас российские машины оснащаются строго механикой. Напомним, в прошлом году Solars приобрел бывший фордовский моторный завод, где как раз начнется выпуск турбодизелей для транзитов. И все предполагали, что это будет представитель семейства Puma, оно же DuraTorch 2.2. Но нет. Теперь становится понятным, что локализация ждет совсем другой агрегат. По всей вероятности, в российском варианте дизель будет соответствовать нормам Евро-5. Но остальные характеристики станут понятны позже. Старт их предсерийного производства назначен на конец следующего года. Притом большой процент деталей изначально обещает быть отечественного производства. Смена моторной концепции позволяет порассуждать над будущим марки Ford. Ведь завод двигателей покупали на вырост для расширения модельной гаммы Ford, который теоретически может вернуться, но с большими внедорожниками, на что ранее намекал глава совместного предприятия Solars Ford Адиль Ширинов. Двухлитровый дизель ставится на множество фордовских моделей, любая из которых теперь теоретически может исполнить камбэк на российский рынок. Впрочем, сначала надо дождаться запуска производства самих движков. Субтитры создавал DimaTorzok